в своих пропагандистских целях. Но, в свою очередь, Кремль готовится к празднованию 9 мая. На Поклонной горе в Москве даже открыли выставку трофейной техники вооруженных сил Украины, которую российские оккупанты якобы подбили в ходе вторжения на поле боя. На выставке демонстрируются танки «Абрамс Леопард Т-72». Ранее в СТИ появилось видео, на котором немецкому танку сгибают дуло. В издании «Вашингтон-Пост» отмечают, что такими действиями Путин хочет отправить послание. Мол, несмотря на все старания Запада, победа якобы будет за Кремлем. А в BBC отмечают, что еще одна цель российского диктатора в разы больше демонизировать Запад в сознании россиян, а также провести параллели с победой Советского Союза против нацистской Германии во время Второй мировой войны. Также 9 мая, по мнению российских оппозиционных СМИ, давно превратилась для российской власти в пропагандистское мероприятие, а не в чествовании ветеранов. При Путине их стали использовать исключительно в целях пропаганды. Реальной заботы от властей нет. Пока высокопоставленные должностные лица наблюдают парады, оставшиеся в живых участники и пострадавшие от войны доживают в нищете. А в это время страны, более бедные, чем Россия, лучше ценят ветеранов Второй мировой войны. Например, ко Дню Победы в прошлом году в Казахстане выплачивали по эквиваленту 260 тысяч рублей, а в Узбекистане – 122 тысячи. А вот в России ветеранам выдавали всего по 10 тысяч рублей. И в этом году многие российские города отказались от парадов, а традиционное шествие так называемого «бессмертного полка» отменено в большинстве регионов Российской Федерации. Это касается и временно оккупированных территорий. Так, оккупационная российская администрация в Крыму сообщила, что 9 мая не будет проводить парад и пропагандистское шествие «Бессмертный полк». Кроме того, местные власти Курской, Белгородской, Брянской, Псковской областей и Рязани тоже отказались от массовых празднований на 9 мая. Массовую отмену мероприятий по всей России оппозиционные СМИ объясняют тем, что власти хотят избежать привлечения внимания к масштабам потерь российской армии на так называемой СВО. Ну а тем временем в Крыгыстане также отменили ежегодное шествие «Бессмертного полка» 9 мая. В МВД республики объяснили, что это решение приняли, учитывая существующие угрозы общественной безопасности. Напомню, акция «Бессмертный полк» была инициирована гражданскими активистами в России в 2011 году. Ранее проведение этого марша в Крыгызстане вызвало споры, так как противники данной идеи утверждали, что после вторжения России в Украину «Бессмертный полк» ассоциируется с агрессией. А так как в прошлых годах шествия все же состоялись. Ранее Минобороны Крыгызстана сообщило, что в Бишкеке 9 мая также не будет военного парада, состоится только митинг «Реквием». Более подробно эту тему обсудим с Дмитрием Гудковым, российским позиционным политиком. Дмитрий, рады приветствовать вас в эфире «Фридом». Здравствуйте. Да, приветствую вас. Ну что ж, ситуация с Второй мировой войной и 9 мая, она все чаще начинает ассоциироваться больше как с пропагандой и оправданием боевых действий, которые сейчас ведутся против Украины со стороны Российской Федерации. Зачем это Путину? Что знаете вы на этот счет? Ну это однозначно. 9 мая Путин всегда использовал для повышения собственного рейтинга, поэтому вот эта вся боевая мощь, так сказать, машины для убийств выставлялись каждый год на Красной площади, при том, что даже доставка всей этой техники на Красную площадь – это какие-то там миллиарды рублей, потому что каждый раз после этого ремонтировались дороги. Вот, но тем не менее Путину нужно было строить именно пропаганду вокруг такого мифа, что Россия может повторить, Россия может, так сказать, дойти до Берлина и до Вашингтона и куда угодно. Вот, собственно говоря, с одной стороны это было изначально использовано для путинского рейтинга, а потом это все, как вы видите, воплотилось, так сказать, в его желание дальше строить империю. Вот, сейчас ситуация, конечно, поменялась, да, потому что вот это все былое величие на Красной площади, оно никак не бьется по картинке с тем, что происходит в Украине, да, где не то что повторить не можем, там с большим трудом взяли Авдеевку, там еще что-то. Вот, и поэтому, конечно же, теперь достаточно сложно Путина будет использовать 9 мая именно для того, чтобы добиваться каких-то там успехов именно с точки зрения повышения рейтинга. Поэтому они будут отменять, много всего они будут отменять. Как вы знаете, была инициатива провести вот этот бессмертный полк, акцию, вот, но ее отменили, потому что побоялись родственников погибших именно уже в ходе войны в Украине, которые бы пришли с портретами своих родственников, своих там детей, мужей, там, братьев и так далее. Вот, так что сейчас эта история не очень-то и работает для Путина, поскольку западные лидеры не приезжают, вот, это ощущается. А второе, ну, как ты, что ты будешь демонстрировать, когда демонстрировать нечего? И еще один важный момент. Как объясняется вот массовое отменное мероприятие по всей Российской Федерации, в большинстве регионов, и объясняется тем, что реально катастрофические потери в армии России. По информации Генштаба, более чем 475 тысяч человек личного состава. Я не помню, честно говоря, сколько человек вмещается на стадион в Москве, на стадионы, но это, я так понимаю, в разы больше. И помните, мы с вами также в эфира говорили, что 50-100 тысяч человек потери личного состава скрыть еще можно будет. Но когда речь идет за почти полмиллиона, это уже очень трудно скрыть. Более того, если не говорить только за личный состав, мы наблюдаем в нашей редакции тенденцию, что с каждым годом военной техники на парадах все меньше и меньше, а все больше старых моделей танков. Т-34, да, это, грубо говоря, бренд Второй мировой войны. Вот, да, победоносный бренд, танк харьковского производства. Я правильно понимаю, что настолько все печально и плохо, что самую основную массовость оставляют на главный парад, который пройдет в Москве на Красной площади? Ну, конечно, им нужна одна картинка, самая красивая. Здесь Потемкинские деревни никто не отменял. Неважно, какого года техника будет выглядеть, она в картинке очень достойна. Да, у нас для этого очень много специалистов. Ну, вот, а в других городах, ну, пусть смотрят то, что в Москве. Ведь какая разница, что происходит в городах? Путин-то в Москве будет. Нужно, чтобы показывали Путину. Путина, чтобы показывали всей России. Вот, собственно, поэтому будут вложены какие-то ресурсы для производства правильной картинки для внутреннего потребления. А все остальное как-нибудь объяснят. Даже неважно, как будут объяснять. Везде по-разному. Где-то мерами безопасности, где-то еще что-то придумают. Вот, тем более, что обратной связи с населением нет. Ну, объяснили, people's howl, как говорил когда-то Березовский. People все схавают. Вот, а московскую картинку они все-таки как-то, ну, смогут выставить в нормальном цвете. Сегодня появилась информация, что Минобороны Российской Федерации анонсировала учение по отработке ядерных ударов по указанию Путина. Это тоже сигнал? Сигнал того, что, ну, вот опять же, мы вот с вами обсуждали в эфире, я помню, что, а где же будет красная линия для Путина? Это красная линия, после которой, ну, он же не сможет принять поражение. Даже если 2 миллиона человек погибнет в этой войне неспровоцированной, ему будет без разницы. Но самая большая угроза – это ядерная кнопка. Неужто этот пик настал, когда он в открытую начинает угрожать ядерным оружием из-за того, что 475 тысяч российских военных стоили захвата Авдеевки и части там, части Луганской, Донецкой областей? Ну, во-первых, цифры везде разные, да, здесь сколько точно мы не знаем, а во время ковида погибло миллион человек. Поэтому для Путина все эти потери мало чего значат. Пока они не приводят к каким-то там революционным волнениям внутри страны, пока не приводят, тем более, что людей в основном брали из не крупных городов, да, из провинциальных городов, деревень и так далее. Вот, значит, по поводу красной линии, я думаю, что это, наверное, все-таки не к политикам, не к экспертам, а к психиатрам, потому что эти все красные линии у Путина в голове. Да, он их называл неоднократно, вот, тем не менее, эти красные линии уже были преодолены западными странами, и никакого применения ядерного оружия не последовало за этим. Поэтому я это воспринимаю, эти все угрозы, весь этот шантаж, как признак слабости и невозможности какие-то успехи демонстрировать, военные успехи в первую очередь. Вот, и единственное, что останавливает сегодня Запад, это именно вот этот шантаж, применение ядерного оружия. Многие в это верят, да, тем более, это действительно сразу автоматически приведет к прямому столкновению России и НАТО, вот, где у России никакого шанса нету, если будет конвенциальный конфликт, с использованием конвенциального оружия. Вот, а глобальной ядерной катастрофе, я думаю, что и Путин сам не готов, потому что, как мы видим, даже коронавируса боится и принимает министров, гостей за огромным этим столом, да, и после двухнедельного карантина. Долго искал источник, но все же нашел, чтобы не быть ошибочным, на главном военном кладбище в Российской Федерации заканчиваются места. Вот нашел информацию в Deutsche Welle, авторитетное издание пишет, новость датирована 4 мая. К чему я это говорю? Минобороны Российской Федерации забрало в свое пользование 17 гектаров Пироговского лесопарка в городском округе Мытищи Московской области для расширения военного кладбища. Есть информация, что это кладбище рассчитывалось там на чуть ли не сотню лет, но в итоге там уже заканчиваются места. Это же еще одно подтверждение того, вот вы с этого начали свой месседж, что потери явно настолько велики, что даже, насколько я правильно понимаю, даже военное руководство Российской Федерации к этому не было готово. Насколько на данный месседж, как бы там к нему ни относились, там псих не псих, да, но как ни крути, диктатор Путин имеет пока что свою власть внутри России. Насколько вы считаете нужна и должна быть реакция ответная от стран Запада? В силу того, что Медведев, это еще один пациент по соседней палате от Путина, он уже сказал, что это сигнал тому, чтобы и на Даунин-стрит-10, и в центре Вашингтона, в Капитолии, и в Брюсселе знали, что до них эта ракета долетит. Я понимаю, Дмитрий, полностью, что Медведев далеко неадекватный персонаж, но он занимает официальную должность, и мы вынуждены тоже их цитировать и к ним прислушиваться. На кого этот месседж, и как должно реагировать общество западное? Ну, на Медведева давно нужно уже наплевать, потому что он взял, пытается взять Лавры Жириновского, но у него не очень получается, вот, соответственно, что должен делать Запад? Ну, Запад в 25 раз имеет больше потенциал, и финансовый, и какой угодно, да, здесь, когда выделяется 61 миллиард от Америки с таким треском, с таким скрипом, ну, честно говоря, меня это удивляет, потому что Путин тратит 120 ярдов, причем эти 120 ярдов, это западные 200 примерно, потому что многие вооружения в России произвести намного дешевле. Вот, а просто увеличить поддержку, это достаточно. Если, грубо говоря, Запад хочет остановить Путина в Украине, то понятное решение. Если Запад хочет напрямую вступить в конфликт, то можно тогда тянуть время, пока там Путин не начнет провокации устраивать, пока там какие-то бомбы не полетят куда-то дальше немножко. Все понятно. Вот, что касается потерь мест на кладбище, да, потери огромные, безусловно, но пока они даже не идут в сравнении с потерями во время коронавируса, а места все-таки на московских кладбищах, они всегда в дефиците, потому что, ну, вообще земля в Москве в дефиците, да. Я еще помню в начале нулевых, когда мы хоронили бабушку моей бывшей супруги, с каким трудом было найдено место на даже не на специальном кладбище, на простом кладбище. То есть, все, места мало, поэтому это не является все-таки показателем. Вот, хотя, безусловно, вы правы, это потери несопоставимые даже там с афганом, вот, и это еще обязательно аукнется, но тем не менее, как мы видим, Путин вполне не обращает внимания на эти потери и увеличивает только отправку пушечного мяса на фронт. Дмитрий, вам огромное спасибо, всегда рады вам в эфире Freedom, спасибо, что нашли время. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, с нами был на прямой связи. На завершение данной темы также напомню более подробно, что в России на главном военном кладбище заканчиваются места, но Минобороны нашло решение. Оно вырубит 17 гектаров лесопарка в Подмосковье, чтобы это кладбище расширить. На такой площади будет не менее 42,5 тысяч могил. Речь идет о военном мемориале Пантеон защитников Отечества площадью более 52 гектар, которое было рассчитано на 200 лет службы. Но после начала вторжения России в Украину количество могил стало резко расти. Там появилось более 900 могил погибших в Украине военных. Таким образом, план по захоронениям перевыполнили на 190 лет вперед. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МИНОЕ КОМИИ МИНОЕ КОМИИ ВОКОМИИ ВОКУМИИ